Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Снова возвращаюсь к лунному календарю. В предыдущем видео о лунном календаре я показывала, какие дни у нас благоприятные для посева томатов, перцев и баклажанов в январе, феврале и марте. Сейчас я хочу поговорить о запрещенных днях, потому что все-таки кто-то, половина огородников, стараются соблюдать лунный календарь, его рекомендации. Про себя я повторю, многие спрашивают, соблюдаю я или нет. Я скажу, что я не придерживаюсь лунного календаря, потому что у меня посевов много. Еще раз повторю, сею весной каждый день, начиная от февраль, март и до апреля. Но выполняю одно правило золотое, не сею в полнолуние и новолуние, хотя многие знают большое количество опытных огородников, которые не смотрят ни на полнолуние, ни на новолуние, получают богатые урожаи и вообще не заглядывают в лунный календарь. Но вот у меня так, у меня какой-то животный страх перед полнолунием, и поэтому в полнолуние у меня даже настроения нет сеять ничего. Но вам сразу могу сказать, что можно сеять и в эти дни. Еще раз повторю, много людей, огромное количество огородников не смотрят вообще на лунный календарь. И вот здесь, в лунном календаре, здесь, конечно, указаны и благоприятные, и запрещенные, но все-таки автор этого календаря, который сама агроном с огромным стажем, она у нас ведет телевизионные передачи на каналах телевидения для садоводов, я доверяю ее рекомендациям, и все-таки она вот здесь, вот нам в конце, такое примечание дает, что не всегда есть возможность заняться садовыми работами в указанные дни лунного календаря. В таком случае можно сеять или заниматься пересадками и в другие дни, но обязательно учитывать, что в дни новолуния и полнолуния никакими огородными садовыми работами заниматься нельзя. Я вот выполняю только это. И еще, тут я прочитаю вам, в конце написан текст, что определяясь с днем посева, сначала просчитайте, когда вам нужно сеять, учитывая сроки роста рассады, ее высадки и свои климатические условия, и только потом выбирайте ближайший благоприятный день для сева и других огородных работ. Сейчас я расскажу про запрещенные дни января и февраля, вот тех месяцев, когда у нас первые-первые посевы. И сразу скажу, что у меня вот лунный календарь наш, региональный, именно для жителей Алтайского края. Но вы, если вы живете в другом регионе, да, вы можете посмотреть в интернете, у вас могут не совпадать, вот, например, благоприятные дни посева, но запрещенные дни для всех одни, потому что полнолуния и новолуния наступает в один и тот же срок для каждого человека. И вот эти запрещенные дни, которые я сейчас укажу, они не только для Сибири, они и для южных регионов, и для всей-всей нашей страны. Вот написано, неблагоприятные дни. В январе это 5-е, с 5-го по 9-е, и с 20-го по 22-е. Что это значит? Это значит, что у тех, у кого есть теплица с подогревом, или кто хочет вырастить ранний, супер ранний урожай, о котором пойдет вот дальше видео, я уже его сняла, для получения супер-супер раннего урожая я сею в конце января, то есть, если вы хотите посеять для раннего урожая, то после 22-го, вот с 22-го, весь конец января, целую неделю, можно сделать посев в любой из дней. Если вас новолуние, полнолуние, ну, не хотите вы заниматься, то есть, хотите придерживаться этого правила, то вот эти вот дни неблагоприятные, лучше в них, в эти дни не сеять. И в феврале у нас указано, что с 4-го по 6-е лучше не заниматься, и с 18-го по 20-е. То есть, если вы будете для теплицы сеять томаты, баклажаны, перцы, то лучше или с 6-го по 18-го, или с 20-го до конца месяца. В марте много неблагоприятных периодов, вот они, они все стоят, но про март мы еще не говорим, сейчас мы готовимся к ранним посевам, и к посевам для теплиц, для отапливаемых, или для теплиц с теми условиями, что вы можете там как-то прикрыть, подогреть, сохранить. То есть, для самых-самых ранних посадок нас интересует пока январь и февраль. Тут неблагоприятных дней не так много, кому надо, можете записать куда-то на бумажку. Я сразу скажу, я в эти дни не сею, потому что их не так много этих дней, лучше их пропустить. Я не знаю, с чем это связано, но Луна это вообще такое таинственное светило, наша планета, она на все влияет. У меня вот муж говорит, что они рыбаки, даже выбирают какой-то там тоже по лунному циклу, когда-то рыба лучше клюет, когда-то хуже. Какое-то воздействие на нашу жизнь на земле, она все-таки оказывает. И вот эти несколько дней я выкидываю, но вы можете сеять как хотите, я вот это просто для ознакомления, как с просветительской целью, если кто хочет узнать, какие запрещенные дни в январе-феврале, это вот. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Сегодня буду вам рассказывать в следующем видео, как получить ранний урожай томатов, как я делаю, когда сею, как пикирую, куда, что, все-все этапы. И расскажу, как я уже начала готовить грунт для ранних посевов томатов и перцев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова